Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас мобильный тестировщик или занимается. Ух ты, круто, очень много. Сегодня мы поговорим о такой технологии, как Mobile Deep Links. Она существует примерно с 2014 года. И вроде как очень много приложений ее используют, но до сих пор очень много и разработчиков, и тестировщиков сталкиваются с разными проблемами, когда пытаются интегрировать эту технологию в свое приложение. Пару слов обо мне, почему я об этом рассказываю. Я проработала два с половиной года в компании GetSocial. И мы разрабатываем мобильные SDK с различными социальными фичами, которые мобильные разработчики могут себе встроить. И одна из наших core-фич была как раз построена вокруг диплинков. И поэтому мы столкнулись с очень большим количеством проблем именно как разработчик этой технологии и как саппортер, когда стройные разработчики к нам обращались и говорили, что у нас такие проблемы, которые пытаются это сделать. Еще я живой работой во Львове. Я являюсь организатором сообщества Google Developer Groups и конференции GGG The Fast Ukraine. Если желание, приезжайте. Львов очень классный. И у нас такая же хорошая погода, как у вас сегодня. Мы поговорим сегодня, что такое диплинки. Очень быстро освежим в памяти или узнаем, что это такое. Какие самые частые кейсы их использования. Какая же боль разработчика и тестировщика при работе с ними. Какие инструменты могут вам помочь в тестировании диплинков. И если останется время, то вопрос и ответ. Итак, что же такое мобильные диплинки? Мобильные диплинки очень похожи на обычные линки в обычном вебе. Это возможность при клике на ссылку перейти в конкретное место вашего мобильного приложения. Точно так же, как в вебе. У вас есть ссылка, есть слэш и есть какая-то айдишка страницы, чтобы перейти на конкретную страницу. Вот то же самое в мобайле. Вы кликаете на ссылку. И раньше вам приходилось открывать домашнюю страницу вашего приложения. А теперь вы можете прямо перейти на нужную страницу. Например, внутри Пинтереста вы можете открыть конкретную книжку. Это обычный кейс использования диплинков. Есть еще такое понятие, как deferred или отложенные диплинки. Они используются тогда, когда приложение не стоит на вашем девайсе. То есть вы кликнули на ссылку, перешли в магазин приложений. И тоже вместо того, чтобы открывать вашу домашнюю страницу, сразу после установки вы открываете какую-то персонализированную страницу или какое-то конкретное место. Например, товар по скидке или ваш друг скинул вам какой-то инвайт. Есть еще такое понятие, как контекстуальные диплинки. Все то же самое, но вы можете встроить какой-то контекст, например, какие-то key value пары в вашу ссылку. И пользователь при клике на ссылку откроет какой-то там поп-ап, какое-то сообщение, какой-то бонус или что-то приятное. Зачем же используются диплинки? Самый частый сценарий использования — это инвайты в приложение. Например, если вы пользуетесь каким-то приложением для такси, и у вас может быть там «получи бонус 50 баллов», просто скинь приглашение своему другу. Вот это вот приглашение как раз используют диплинки. Также они используются для персонализации первого опыта пользователя. Вы скинули приглашение своему другу, друг его поставил, и он не просто поставил непонятное приложение, он еще и получил подарок от вас. Это намного более приятно при использовании приложения, и пользователь будет более лояльным. Эти же самые диплинки могут использоваться для реферальных компаний. То есть любой продукт, любая компания может сделать рассылку, например, в Фейсбуке, и использовать эти диплинки, которые будут работать как в вебе, так и в мобайле, что очень важно. Потому как в вебе мы можем трекать аналитику маркетинговых рассылок. В мобайле это было очень тяжело, и благодаря диплинкам это стало возможно. Есть еще такая штука, как ретаргетинг. Ретаргетинг — это повторное привлечение пользователей. Ваш пользователь использует ваше мобильное приложение, но время о вас забыл, но он его не удалил. И вы можете это отрекать и посмотреть, что пользователь, который не захотел две недели ваше приложение, скинуть ему какой-нибудь push notification или какое-нибудь письмо, например, со скидкой. Пользователь повторно посмотрит, о, как классно, скидка снова зайдет, и снова будет вашим мобильным пользователем. И еще диплинки могут помочь вам в end-to-end тестировании. Если вы автоматизируете ваше мобильное приложение, и у вас есть какие-то очень большие, очень длинные бизнес-фловы, и вам не нужно проходить каждый экран вашего приложения, это занимает время, особенно при вайном тестировании, то вы можете просто кликнуть на ссылку и открыть нужный вам экран. А еще диплинки нужны для такой технологии, как Android Instant Apps. У меня сегодня будет доклад после обеда о них тоже немного детальнее, но вот чтобы использовать Android Instant Apps, то вам нужны Android App Links, которые есть, собственно, технологией применения диплинков. И для чего же эти диплинки, в принципе, нужны? Самый большой бенефит — это улучшение опыта пользователей. Снова, вам, наверное, скорее всего, намного приятнее поставить приложение, которое вам посоветовал друг или приложение, в котором у вас будет какой-то бонус с самого начала, чем какое-то чужое приложение в магазине, приложение, о котором мы не слышали, и какое-то, может быть, подозрительное. Это помогает увеличить такую очень важную метрику, как User Retention. User Retention — это показатель, сколько дней пользователь пропользовался приложением с момента его установки. Очень важный показатель — это retention седьмого дня. Design Retention. И там есть очень много исследований маркетинга мобильных приложений, что если ваш пользователь прожил с вами неделю, скорее всего, он будет пользоваться дальше. Если же он отпал немного раньше, то, скорее всего, он к вам никогда не вернется. И вот чтобы улучшить эту метрику, то можно использовать диплинки, скидывать снова же всякие бонусы, всякие акции и показывать всячески, что вы цените вашего пользователя. Это помогает повторно привлекать ваших пользователей снова тот кейс, который я говорила. Пользователь еще не удалил ваше приложение, но ненадолго вас забыл. Например, он поставил себе приложение конкурента и пытается сравнивать. То вы можете ему напоминать о себе мягко и как-то привлекать к себе обратно. И это также помогает усиливать маркетинговые усилия. То, что я говорила, раньше в вебе было довольно просто трекать аналитику, откуда пользователь перешел, а в мобиле это было очень тяжело. Мы об этом поговорим чуть позже. И вот диплинки как раз позволяют собрать это все в кучу и понять, как распределяются ваши усилия и вашей компании в мобиле в том числе. Ну и это помогает усилить так называемый app discoverability. То есть о вашем приложении будут знать банально больше людей, потому как они приглашают своих друзей. Конечно, если им нравится ваше приложение, друзья приглашают своих друзей, и о вашем приложении узнают намного больше людей. Какая же самая большая боль разработчиков при работе с диплинками? Самая первая — это различные технологии при поддержании и при написании диплинков. Как это выглядело? Когда они появились, то единственная технология, с которой они работали, называлась UriSchemus. Это было до iOS версии 9 и до Android версии 6. То есть это примерно 3 года назад. После этого у iOS появилась такая штука, как Universal Links, а в Android появилась такая штука, как Android Uplinks. В чем специфика? UriSchemus выглядит примерно так, как обычная гиперссылка, только сначала идет не HTTPS, а название вашего приложения. И вы можете через слыши указывать нужный вам экранчик, нужная вам часть приложения. Это работает в принципе неплохо, но это работает только тогда, когда приложение уже стоит на вашем девайсе. Если приложение не стоит, и вот тот кейс отложенных диплинков, deferred dipplings, когда нужно перейти в магазин и поставить приложение, то при клике на UriSchemu ничего не сработает, просто откроется экран с ошибкой. И вот эта технология использовалась еще года три назад. Она до сих пор используется в старых девайсах, если ваш пользователь не обновился до новой iOS или до нового андроида, и ее приходится тоже поддерживать, но она не самая лучшая. Universal Uplinks — это очень хорошая штука, это поддержка из коробки в iOS диплинков. Вы просто прописываете в playlist файле, что нужно поддерживать, какой маппинг ваших ссылок на конкретные части приложения. Работает довольно надежно и работает, конечно же, с Safari. Но проблема в том, что, например, Universal Link не будет работать, если вы ссылку скопипастите в браузер. Вам нужно обязательно кликнуть на ссылку с какого-нибудь мессенджера или почты, или смски, и только тогда они сработают. Universal Link также не будут работать с рапперами. Раппер — это сокращение ссылки. Например, вы видели bit.xslash, какая-то красивая идишка. Вот с такой ссылкой Universal Link, к сожалению, не сработает. И они не будут работать, не могут вызываться при помощи JavaScript. Про JavaScript, костыль в Android я расскажу чуть позже. И вот сейчас самая последняя версия iOS — это 12-я. В ней добавилась такая штука, как ITP. Это Intelligent Tracking Prevention. Это штука, которая режет куки, файлы третьих сервисов, сторонних сервисов. Если вдруг iOS посчитала, что ваш сервис ненадежный и ваша ссылка ненадежная, то, скорее всего, куки просто будут затираться, и пользователь ничего не сможет открыть. И также куки-правис и политика Safari с каждым годом становятся все строже и строже. Это значит, что если вы разрабатываете свое диплинг-решение, вам нужно поддерживать IPv6. Если вы работаете с вебом, то, скорее всего, слышали о такой штуке. Специфика андроида. В андроиде есть такое понятие, как интенты. Интент — это место, где вы прописываете, что же открыть при клике на вашу ссылку. Если видите этот диалог на экране, то бывает, что при клике на ссылку вместо открытия вашего приложения вам может предложить открыть приложение. Первый браузер, второй браузер, еще что-то левое, еще что-то левое. Этот диалог называется disambiguation dialog, и его показывать не очень хорошо. Потом как пользователь может запутаться и подумать, а зачем мне это приложение, открою браузер, пойду куда-то дальше. Чтобы его не возникало, нужно поддерживать именно Android Applings. Android Applings появились в Android 6 и дальше, и там нужно просто использовать HTTPS и точно прописывать маппинг ваших ссылок и части вашего приложения. Сейчас актуальный на данный момент Android P, стабильная версия Android, Android P. В нем появилась такая штука, как Android Actions и Android Slices. Это возможность прямо в Гугле, прямо в поисковой строке Гугла открыть кусочек вашего приложения. Например, вы ищете какую-то песню, и вам открывается кусочек приложения Spotify, вы можете песню эту проиграть, но чтобы дальше что-то делать, вам нужно просто кликнуть на иконочку Spotify и открыть полноценное приложение. Или, как на примере, вы просто ищете какую-то локацию, и вам возникает кусочек приложения Taxi. То есть снова, чтобы перейти в полноценное приложение и все-таки вызвать Taxi, вам нужно использовать Deep Link. Но Android P — это версия стабильная, и буквально где-то месяц назад вышла бета Android Q. Это уже десятый Android, если я не ошибаюсь. Да, десятый. В нем для Deep Link появилась такая интересная штука, называется Sharing Shortcuts. Это шорткаты, когда вы делитесь постоянно с каким-то одним пользователем в каком-то одном мессенджере. Например, у вас есть друг в Телеграме, вы ему постоянно кидываете какие-то ссылочки. Можете на него создать шорткат, и он уже у вас будет как отдельный шорткат, чтобы с ним делиться инвайтами в приложении и всем чем угодно. Следующая большая боль разработчика — это поддержка разных браузеров. Притом в ISE все намного-намного проще, потому как в ISE есть Safari, есть официальная Safari VUHA, и даже если есть приложение Chrome на IOS, то оно использует там VUHA Safari. В общем, свой механизм. И, собственно, вы настроили Universal Links и более-менее спокойно живете. На Android с этим довольно плохо, потому как есть Chrome. Есть Chrome Intent, они работают классно, но есть, например, очень большой зоопарк девайсов Samsung. У них есть свой Samsung браузер, и на разных версиях разных девайсов разная версия движка. И Samsung браузер на одном девайсе отличается от Samsung браузера на другом девайсе. Мы, например, заметили, что на одном из девайсов у нас не открывалось приложение, даже несмотря на то, что оно стоит. И приходилось открывать и отрисовывать так называемую лендинг-страницу. Это просто страничка вашего приложения и добавить такую зеленую кнопочку, типа, ну все-таки открой приложение. То есть это дополнительный шаг для пользователя, но приходилось с этим что-то делать. Следующий интересный браузер — это UC Browser. Это самый популярный браузер в Индии на андроиде. У него там чуть не миллиард пользователей, очень много людей. И мы заметили, что у нас он, в принципе, вообще ничего не открывал при клике, то есть даже сообщения об ошибке не было. Пришлось вызывать тот самый JavaScript-костыль, который проверяет, стоит ли приложение на девайсе, и насильно вызывать открытие приложения. Вот JavaScript-костыли не работают на IC, но работают на андроиде. И следующий интересный браузер — это Opera Mini. Он хороший, но при клике на ссылку, если приложение не стоит, то вместо того, чтобы просто открыть нормальную страницу приложения, открывается страница поиска по пэккеджу. Это выглядит немного стрёмно. И если я просто обычный пользователь, и вместо того, чтобы открыть страницу, там, не знаю, Uber, я открываю страницу, там, поиска.com.uber, точка, там, что-то еще. Это три самых, наверное, используемых популярных браузера, но, опять же, есть такое понятие, особенно на старых девайсах, которое называется просто Android-браузер, особенно на андроиде четвертом. Это довольно популярная еще версия на различных планшетах, например. И тоже специфика такая же, как и в Samsung-браузерах. Если приложение называется Android-браузер, это вообще ничего не означает. На двух различных девайсах различных производителей у вас будет разный движок, у вас будет разный рендеринг, и тестировать нужно желательно их все, если у вас есть такая возможность, или хотя бы еще лучше вытащить аналитику, какие браузеры, какие девайсы у вас самые используемые, и проверить на этих браузерах. Потому как, ну, опять же, могут быть ошибки, может ничего не открываться, может открываться некрасивая белая страница, и ваши пользователи от вас будут уходить. То есть даже не уходить, они до вас просто не дойдут. Они даже не смогут открыть страницу вашего приложения. Слайды будут доступны позже. Тут внизу слайда есть интересная ссылочка, там такая интересная презентация, притом она, наверное, трехгодичной давности. Там описана такая большая боль работы с Android-браузерами. Ты ее читаешь, думаешь, да, это оно. Сколько этих разных версий хромиума, и надо их все поддерживать, и что-то с ними делать. Следующая моя любимая тема при работе с диплинками — это поддержка различных мессенджеров. Вот мы поняли, что диплинк просто нельзя скопипастить и вставить в браузер. На него надо просто кликнуть. Кликнуть откуда-то. И вам нужно знать, какие мессенджеры будут у вас использоваться чаще всего, и их поддерживать. Это карта с состоянием на 2018 год. На 2019, к сожалению, не успела найти. Но это популярность в различных браузерах в разных странах. Самое большое зелененькое — это WhatsApp. Самое большое синенькое — это Facebook Messenger. Там есть отдельно Китай, темно-зеленый — это WeChat. Желтенькое — это Telegram. Фиолетовое — это Viber и так дальше. То есть желательно знать, какая ваша целевая аудитория, что она пользует. Потому как очень много мессенджеров используют такую штуку, которая называется InApplication Browser. Они прописывают свой браузер. Зачем? Например, вы пользуетесь Twitter. И увидели интересную ссылку на интересную статью. Если вы кликнули и перешли в дефолтный браузер вашей операционной системы, например, Safari, то вы, скорее всего, просто забудете, что вам нужно вернуться в Twitter. Вы прочитаете статью, уйдете куда-то дальше. То есть человеческое внимание обычно перескакивает очень быстро. А если же Twitter сам отрендерил эту статью, вы ее прочитали, пошли куда-то дальше, что-то забыли и закрыли, и вы возвращаетесь в сам Twitter. То Twitter считает все это время, проведенное внутри своего приложения. И это совершенно разные показатели аналитики, которые очень важны для самого Twitter или для любого другого мессенджера. Есть, например, в Telegram Instant View. Вы так само открываете, и все внутри Telegram красиво. Это все очень хорошо для этих приложений, но для вас, как производителя диплинков, это может быть опасно, потому как некоторые приложения просто не работают. И делайте с этим, что хотите. Была такая штука очень долго на Twitter и на iOS. Вплоть буквально до зимы 2019 года диплинкинг не работал. Это все знали, это было прописано в документацию большинства людей, которые дают библиотеки диплинков, в том числе и у нас. Ну вот просто он не работает. То есть вы открываете и открываете всегда App Store. И с этим ничего нельзя сделать. Сейчас это уже работает, это прекрасно, все рады. Отслеживание атрибьюшена. Атрибьюшен можно перевести как установление авторства, но с точки зрения мобильных приложений это отслеживание, откуда же ваш пользователь установил приложение. Для людей, которые разрабатывают различные продукты, и для маркетолога очень важно знать, куда именно им направлять усилия. То ли пользователи поставили приложение благодаря рекламе в Гугле, то ли благодаря рекламе в Фейсбуке, то ли благодаря вот этой вот рассылке, на которую потратили столько-то денег. Веб это все устанавливается, потому как вебе есть вот эти UTM-метки в самой ссылке. В мобайле с этим посложнее. В андроиде есть такой параметр, который называется install referrer. И это параметр, который идет из коробки в самом андроиде. Когда пользователь перешел в магазин приложений, поставил ваше приложение, то при первом запуске этот параметр срабатывает и говорит, что вот на меня кликнули там-то. Иногда это работает очень хитро, потому как, например, Фейсбук подменяет install referrer на себя. Если у вас там была какая-то компания, и на нее кликнули в Фейсбуке, то аналитика будет не совсем точной. Но это еще не так страшно. В ISI в принципе нет такого механизма. App Store никак не позволяет отслеживать, откуда пришел ваш пользователь, и куда можно тратить ваши усилия по продвижению приложения. Поэтому есть такое решение, наверное, самое популярное на рынке, называется fingerprints, цифровой отпечаток девайса. Как это работает? При клике на вашу ссылку на сервер отправляются деперсонализированные данные, которые позволяют идентифицировать пользователя. Это модель девайса, язык, операционная система, ну и еще какие-то ряд параметров, которые, собственно, очень общие. Но вместе они составляют какой-то отпечаток. Потом, когда пользователь поставил ваше приложение и впервые его запустил, то технологии, которые предоставляют диплинг-решение, запускаются снова, снова снимают отпечаток, и если отпечатки совпадают, при том внутри какого-то временного окна, например, там 24 часа, то мы говорим, что да, install правильный, install валидный, и мы можем отследить, что да, пользователь пришел именно из этого конкретного приложения. Fingerprint очень важен на IOC. На Android чаще всего используется install referrer, но fingerprint тоже используется как запасная технология. Работа с аналитикой. Работа с аналитикой очень важна, потому как нет смысла внедрять какую-то технологию, если вы не понимаете ее пользы и не можете проанализировать, зачем она вам нужна. Мы добавили инвайты в каком-то конкретном мессенджере, посмотрели на карту, узнали, что аудитория пользуется им, и нам надо бы посмотреть, действительно, им пользуются наши пользователи, и действительно ли они отсылают инвайты. Тут тоже все очень хитро, потому как, например, в Facebook мессенджере на IOC буквально тоже до 2018 года каждый инвайт отсылался как отмененный. То есть у нас есть 300 пользователей, 290 послали инвайт, а 10 отменили, а в аналитике все 300 будут как отмененные. Это был известный баг. Мы за него дружно голосовали, чтобы его пофиксали. Фиксали его года полтора, но это такая маленькая специфика, это только один мессенджер. А если есть десятки, то вам нужно примерно разбираться во всех их и понимать, что да, может быть, это данные такие неправильные, или это действительно пользователи как-то странно пользуются вашими мессенджерами. Очень важная штука — это работа с мошенничеством при установке приложения. Например, мобильные игры очень часто дают какие-то бонусы, если вы приглашаете друга. И самые глупые сценарии, вроде как я сама себе послала инвайт, удалила приложение сама, потом скачала. Ну, их уже чаще всего отсекают, это довольно просто. Есть такие решения, как Google Play Referrer API, который отслеживает, кто же был реферер, кто же был человек, который послал этот инвайт. В Apple тоже есть такое решение. Но эти сценарии довольно глупые, их можно отсеять, а есть очень много таких очень хитрых сценариев, когда ты сам не понимаешь, действительно ли это мошенничество или что с этим делать. Например, есть ли очень короткое время между кликом и установкой приложения, то это мошенничество или нет? Потому как приложение должно скачиваться минимум 30 секунд. А если это разработчик тестирует и поставил все из консольки, оно остальное за 15 секунд. И он, получается, не может оттестировать саму технологию и бонусов. И таких разных моментов очень-очень много. Как производитель DeepLineCoff, этого мошенничества, и нужно их все обрабатывать, чтобы уметь правильно помечать, все ли установки приложения правильные или все-таки есть мошеннические, и мы их реджектим. Это очень важно, потому как у многих приложений за это даются какие-то там внутриигровые деньги или бонусы, или так дальше. Но самая большая боль – это, конечно, поддержка, как и в любом продукте. Потому как, например, в DeepLineCoff вы работаете с очень большим количеством сторонних сервисов, и в этих сервисах есть куча багов. Для которых я выделяла там прям ссылки на конкретные баги, то, например, Twitter летом 2017-го обновился с мажорной версии 6 на мажорную версию 7. И мы за этим следили, нам пришла рассылка, и оказалось, что Twitter решил наконец-то отказаться от своего инап браузера. У нас была заточка под их инапликейшн браузер, который открывался и открывал лайндинг-страницу. Оказалось, что они его удалили. У них теперь открывается официальная сафари-вьюха, и там диплинк их не работал, пришлось быстро это все фиксить. Это только какие-то совсем маленькие примеры, их может быть очень-очень много. Я об этом во всем говорю для того, что не надо изобретать колесо и не надо писать свои решения. Потом, как есть решения, готовые. Часть из них бесплатная, часть из них платная. Есть даже у меня ссылка на большую такую красивую статью, где вы можете сравнить, надо ли вам писать это самим или все-таки использовать готовое. и посмотреть, с чем придется столкнуться. А дальше хочу рассказать о боли тестировщика, с чем вы можете столкнуться, когда вам придется тестировать ваше приложение, которое будет работать с диплинками. Первая большая боли – это то, что большие end-to-end кейсы очень тяжело автоматизировать. Мы используем для автоматизации Appium, и на Android можно просветить этот кейс, когда вы открываете мессенджер, кликаете по ссылке, открываете магазин приложения, потом устанавливаете приложение, открываете его, то в ISE убиваются activity, насколько я помню, и просто этот весь слоу невозможно отследить. И приходится очень большую часть кейсов все равно перетестировать руками перед большими релизами. Также проблема с аргументацией, как и в принципе в любой мобильной разработке. У вас очень много версий операционных систем, у вас очень много девайсов, браузеров, и вот если iOS еще не так плохо, то там на Android идут те Android-браузеры, которых просто зоопарк. Очень много зависимостей от сторонних разработчиков. Вы будете работать не только с мессенджерами, которые там Facebook API что-то поменял и дропнул свои инвайты, например. Но, например, наши SDK еще и работают на Unity, потому как у нас есть очень много мобильных игр. И иногда выходит мажорный какой-то апдейт Unity и перестает работать часть параметров, и мы таки держимся за голову и бегаем в панике, что-то пытаемся фиксать или переписываться с их разработчиками, говорить, зачем мы это поломали, почему вы об этом хотя бы не сказали в своих релизнотах. Мы об этом узнали случайно. Ну и опять же поддержка. Еще вот снова мессенджеры. Это самая большая моя боль, наверное. Некоторые просто не хотят или не могут или пока не решили поддерживать диплинкинг. Например, Snapchat. Это очень популярное приложение в Америке среди подростков. Прям очень-очень популярное. Snapchat на самом деле… Ой. Замолкаю. Snapchat первый придумал такую штуку, как Stories, которую сейчас используют все. И мы его смогли добавить поддержку на Андроиде пару лет назад, а потом в какой-то момент в 2018 он перестал работать просто в принципе, просто запускается приложение, даже нельзя сформулировать даже вот приглашение, вот это сообщение с приглашением. Оказалось, что они просто выпустили свое отдельное SDK, которое называется SnapKit, и для того, чтобы с ними интегрироваться, нам просто нужно там очень много работы проделать и все с нуля переписать. И, например, последние мессенджеры, которым мы добавляли поддержку этой зимой, это Facebook Stories и Instagram Stories. Я их начал просто ненавидеть, потому как видео работает по одному, фотографии работают по другому. На фотографии ты можешь добавить текст инвайтом, но он не будет кликабельным, и сам смысл диплинкинга, как по мне, просто теряется, но оказывается, что кликабельные ссылки могут быть возможны от официальной страницы какого-то бизнеса. То есть ты как пользователь просто расшаришь простой plain text, но если это страница какой-то маркетинговой компании, то все-таки ссылка будет кликабельной в будущем вроде как. На видео ссылку вообще нельзя добавить, и это выглядело так ужасно, и мы это как-то выпустили, расписали эти все ограничения, и приходится с этим как-то жить. Самый популярный кейс тестировщика, когда диплинк не открывает приложение. Даже если приложение стоит, уже не надо переходить в магазин приложений, но просто почему-то открывается браузер или продолжает открываться магазин приложений, но это неправильно. То нужно проверить вот этот список кейсов, и их может быть чуть побольше. Нужно убедиться, первая штука, я уже не два раза говорила, что вы на линк кликнули, вы его не скопипастили в браузере, надо все-таки кликнуть. Нужно убедиться, что он не запакован в какой-то сокращатель вроде этого битли. На андроиде это будет работать, но iOS это не поддерживает. Нужно убедиться, что само приложение правильно сконфигурировано, что будут открываться именно маппинг правильный между вашей ссылкой, которая будет вести вебе на сайт, и вашей ссылкой, которая будет вести мобильное приложение, какую-то конкретную страничку. Нужно понимать ожидаемый результат. Снова, очень много этих сторонних мессенджеров как-то по-разному поддерживают дипринкинг, и, например, когда телеграм не работал, то мы об этом знали, мы это прописывали в официальной документации, потому как тестировщик может быть озадачен, телеграм не работает, он думает, что проблема в вашем приложении, но проблема оказывается просто вот так вот в SDK в самом. И нужно убедиться, что домен у вас везде правильно прописан, снова же этот маппинг, ну и плюс нужно еще поддерживать еще TPS, насколько я помню. Полезные инструменты для дипринкинга. Очень полезные есть в хроме расширения, я думаю, не только в хроме, которые позволяют вам менять юзер-агент. Юзер-агент — это то, каким браузером вы можете прикинуться. Например, у вас под рукой нет нужного вам девайса, особенно если это какие-то старые девайсы на IC или на андроиде, и ваша, например, лендинг-страница открывается неправильно, некрасиво, пропала вот эта кнопка, которая вам так нужна, потому как, может быть, не всегда открывается магазин приложений. То вы можете в этом же самом хроме просто прикинуться другим браузером и откроется окошко, ну, как на мобилке, и будет видно, что там происходит, как это все отрисовывается. Есть на андроиде целая серия приложений, которые тестируют этот install referrer, как это называется, play install referrer. То есть вы устанавливаете приложение и смотрите, действительно ли этот атрибут, когда вы перешли в магазин приложений на андроиде, скачали и открыли, действительно ли все пришло, действительно ли пришли все данные с сервера и все, что вам нужно. В принципе, все решения, которые предоставляют диплинки, позволяют пользоваться вебхуками. Вы можете стучаться на сервер и смотреть, в реалтайме пришли ли нужные вам данные. Особенно это важно для контекстуальных диплинков, когда вы передаете какую-то key value пару, когда вы передаете, например, имя пользователя, и вам желательно, чтобы имя таки отобразилось, оно не потерялось и так дальше. То есть просто такие полезные сайты, которые позволяют отследить эти вебхуки и посмотреть, все ли хорошо. Очень классный сервис называется AppShopper. Он для iOS. Вы можете там подписаться и добавить в любимые свои приложения, которые вас интересуют. Например, меня интересуют все наши мессенджеры. 15 штук. То вам просто будет на почту в реалтайме падать все обновления приложений. Это очень полезно. Мы так несколько раз ловили баги, особенно если апдейт мажорный. То есть если какой-то минорный после точки версии, это еще ладно, можно пропустить. Но мажорный обязательно нужно проверить, работает ли ваш клик, работает ли отображение и сам диплинкинг, сам переход. И, конечно же, Excel. Самый любимый инструмент тестировщика. Кто не использует Excel у себя? Два человека только. Excel – это очень хорошая штука для различных логических таблиц, деревьев, решений и целая куча кейсов, которые вам нужно покрыть. Это пример Excel из предыдущей версии нашего SDK. И это только часть, которая касается ранних версий iOS. Там красненьким проявили онток, когда мы не могли открыть магазин приложений, и нам приходилось открывать ленинг-страницу. Это более новая Excel, которая просто показывает, что вот, да, приложение почему-то не открывается, открывается ленинг-страница, и нужно проследить, то ли это ожидаемо, то ли это все-таки какой-то баг на нашей стороне. И советы капитана, очевидно, я их уже сегодня озвучивала, о том, что нужно быть в курсе всех обновлений. Нужно следить за обновлением операционных систем, которые происходят раз в году. Нужно следить за обновлениями каких-то сторонних API, каких-то мессенджеров, каких-то SDK. Желательно подписаться на блоги ваших конкурентов, потому как, если вы работаете с этой технологией, они работают, вы можете за чем-то уследить первые, а они могут уследить за чем-то другим. И так вы как-то опубликовали в статье блоги, вы поменялись полезной информацией, это помогает вам всем и всему вашему рынку. Очень важно поддерживать структуру ваших тестов. Потому как мы вначале просто пытались тестировать все, этих куча мессенджеров, куча каких-то конфигураций, браузеров и всего, это было совсем неэффективно и очень странно. Потом добавилось какое-то там версионирование, какие-то там отслеживания даты, что когда случилось, что когда-то поломалось. Это очень помогает отслеживать, что же все-таки поломалось и когда. И главное, поломалось ли это на нашей стороне или на стороне сторонних разработчиков. Даже если это происходит в Excel, это все равно очень полезно. И нужно набраться терпения, потому как мессенджеровать их очень много, автоматизировать их тяжело. И иногда действительно приходится тестировать вручную. Как говорила предыдущий докладчик, то желательно просто знать, какие девайсы использует ваша публика и найти либо эти девайсы, либо похожие. Есть целые там магазины каких-то вроде браузерстека или Amazon Device Farm, которые помогают тестировать девайсы удаленно. Но желательно все-таки о них знать и использовать именно эту конфигурацию браузера. И снова то же самое в выводах на самом деле. То, что вам нужно быть готовым тестировать очень много руками и как-то использовать, покрывать сценарии, все и отслеживать обновления. Не нужно переизобретать колесо, потому как эти все решения уже давно написаны сторонними людьми и просто можно взять готовое. И при том многие можно взять бесплатно. И нужно вот, еще раз напомню, нужно сидеть за всеми апдейтами, нужно читать девелоперские блоги, потом как это очень важно для вас. И может что-то поломаться, вы об этом не будете знать. И после этого всего, после этого всего списка боли, проблем, ужасных браузеров, зоопарка, вот этого всего, все валится на этой дивке. Желательно вспомнить начало презентации и вспомнить, что диплинки очень полезная штука, потому как они все-таки помогают вашим пользователям делиться друг с другом самим приложением, делиться друг с другом какими-то бонусами, подарками. Это удерживает самих пользователей в приложении, и это помогает лояльности ваших пользователей и вашей же прибыли вашему же бизнесу. И все-таки вот боль может быть, но все-таки вы с ней уже знакомы, и диплинки — это очень классно. Как-то так. Спасибо большое. У меня есть статья на эту же тему. В принципе, то же самое, что было в презентации, расписано, как статья есть на английском и на русском. И если он просто захочет освежить в памяти, то можете ее почитать. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы какие-нибудь? У нас небольшая новая вводная. За лучший вопрос по мнению докладчика мы вручим вам кружечку или маечку с символикой сообщества. Так что давайте, соберитесь. Мне в предыдущем докладе очень понравился вопрос про излишний оптимизм. Порадовал. Его автор здесь, кстати. Так что мы вам маечку вручим обязательно. Ну, лучше докладчика спросить. Молодец. Продолжение следует... Спасибо.